Добрый вечер! Прежде чем мне сказать свое слово, я хочу передать свои соболезнования моей сестре Розе. За мной, я за ним, к сожалению, они не могут сегодня прийти, высказать свое соболезнование. И я за ним, Розе попросили, чтобы я пару слов от его имени вам поделал. За мной, я за ним, что Киев был факелом для нас, молодежи. Он был очень умный, очень порядочный, очень образованный человек. Он сказал мне одно, что вся улица, как там молодежи, нужно было какой-то совет к нему. Спрашивали у него, как поступать. За мной, я за ним, в Тарке, с ним в институте учились. Эдик Юзуков, Борис Львович и много-много людей, которых, честно говоря, я, к сожалению, не запомнил. Он мне рассказал о его юношеских годах. Он мне рассказал о том, что он блестяще закончит 25-ю школу, вечернюю школу. Я не знал об этом. Я работал очень молодежи. Да, в Астане школы он, оказывается, работал вечером, днем, работал. Помогал семьям. Он очень много рассказал о том, что Рахмат Кырбошу, Усикак Кима, они были близкие, воюльные братья, но были как родные братья. И он очень-очень сожалеет, что он сегодня не мог прийти. От себя, что я скажу? Мишак Ким для меня был самым близким, самым надежным родственником. В любой семье бывает очень-очень много таких ситуаций, когда ты проверяешь своих родственников. Особенно трудно за людьми. Когда человеку нужна область, когда у человека есть какая-то просьба, и ты видишь, кто как себя ведет. Вот в этом отношении, в Мишак Ким, был всегда на высоте. Я работал в торговле. Я часто приезжал к нему. Я и целиком. что вы знаете, что людей в основном, что мне надо было? Муха, макароны. Особенно, мы с ним просьбые. Фонд у нас было денег. И он, они говорят, что это делается? Рахмет. И экспедикулятор на всех улыбках. Я сейчас мы, чтобы летать на торговле, я прошу. Он сказал, что что? Я посмотрел, что я с тематой? Я пришлю, что это делается. И он меня погружил, я в машину в воду. Я привез, в наследие жизни завсла, говорили, а мы снова учились. Каждый раз, когда я к нему не ходил, я не считал, я не принимал. Он мне давал самый хороший товар, не мне, а людям. Они сказали, что вода в воду. Это не единичный прыжок. Вот они были в швелаке. Меня сделали замначальника Орсен, я смотрю ткани, что мы не выбираем. Я говорю, почему мы не берем? А вот не идем сюда. Я пришел к нему. Вот такая ситуация. Он мне дал товар. И этим он поднял мою авторитет. Через 25 лет я ему об этом говорю. Он говорит, Рафик, я не помню. Чувак, это такие люди, которые делают добро и не помнят. Дрех – это в порядке вещей. А вы знаете, у меня в жизни было много таких примеров, ситуаций. Я обращался к ним. И не все поддавали свои руки, не все поднимали, не все поддерживали. Но эта семья всегда была рядом. Я получал огромное удовольствие от общения с ним. Это был высоко эрудированный, высоко культурный, образованный человек. Закончил школу с золотой медалью. Закончил кооперативный институт, получил диплом. И всегда был на высоте. Рахмат, конечно. У моего отца было, я не знаю, может быть, с двух сторон по 100 военных братьев. Но он был близкий. Попочай мазор каллим. Попочай рахмат каллим. Попочай рахмат каллим. Шраполяки, Мишаки, Шумеляки, Барышакин. Яки, Ужигаки, Юрыгаки, Шумеляки. А, Боже, он собрал еще. Вот, идики. Соро, инохи, и деды. Они были как родные брать и сестры. Папа очень-очень любил эту семью. Я всегда говорил с мочкой. Мочкой с глазами, слезами на глазах. Вспоминаем Мишаки. Он говорил, Рафи, я потерял человека, от которого получил огромное удовольствие от общения с ним. У меня в записи, я когда последний раз был, у меня в телефоне есть запись. Он полтора часа мне рассказывал о истории нашего рода. У него были фундаментальные знания. Вы знаете? Он ушел с ясным умом. Когда был новый труп в этом доме, в этом ресторане, чуть больше месяца назад, Рахмат Миши Тулафиме. Он выступал вот здесь. и с такой болью говорил о том, что ушла из жизни Туапи. А я знаю, он ее очень любил, он ее очень уважал. Они были очень близки. И месяц не прошло, его тоже не стало. Мне вот рассказала, как он ушел. Он ушел красиво. Своими ногами. Пошел в больницу, пришел домой. И прямо 15-10 минут он покинул этот мир. Чтобы я не знаю, что мы тоже не ловим. Но в танке мы были водителем рабаев. Эта рабаев, знаете, кто был? Внучатый домо, а на нее норма. Да, да. я еще помню, я еще помню, я еще делал лизу. А он в то время, он не был водителем. Он просто помогал. Он работал с обслуживанием. Он водителем не был. Он просто помогал. Делом хорошим. домо, 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 домо. Человека Божьей, дороги, мы вас очень любим, очень скромный, красивый человек. Вы воспитали хорошие детей. У вас прекрасная жена. Дай Бог, дай Бог, чтобы вы были живы, здоровы. Я очень-очень попрошу, чтобы сегодня пару слов сказал мой родной брат Борис Фатахов, чтобы он сказал пару слов. Борис, я тебя прошу, тебе есть что вспоминать. Потому что мы очень-очень любили его. По списку был сильный.